Всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как экспортировать модель из такой программы, как FreeCut, как вы можете видеть, X-Site, вначале в Blender версии 2.8 и потом в движок Verge 3D, добавив к этому возможность параметрически изменять модель. Сама программа бесплатная, прям ввиду FreeCut. Вы можете ее скачать на социальном сайте. Есть билды под Linux, Mac, Windows и в одной из статей разработчиков, которая недавно появилась сети, можно прочитать, что планируется включить аддон для импорта и экспорта скрикадовских моделей в официальный билд Blender. Но пока еще этого не произошло. Аддон можно скачать у них на GitHub. Я пытался его подключить в Blender 2.8, но у меня не получилось ничего. Но я нашел другой pipeline для того, чтобы очень быстро и качественно получить модель FreeCut в Blender. И потом все это в движок HDD экспортировать. Я уже сделал небольшую модельку. Вот она у меня лежит. Сейчас не ухожу на FreeCut. Вот такая достаточно простенькая моделька. Чтобы было легко и непринужденно не работать. Я новичок в Африкаде. Но эту модельку я сделал в течение минут 15-20, почитав документацию и посмотрев несколько уроков. Вот что нам необходимо, чтобы экспортировать модель Blender. Выбираем собственно на саму модель. Файл, экспорт. И для экспорта я использовал общий формат. Забы вот так же механизм. И нажимаем «Сохранить». Теперь эта модель здесь появилась в формате. Открываем Blender. Бежок в Верседе, я надеюсь, у вас уже установлен. И для начала, чтобы меньше всяких манипуляций по настройкам сцены совершать, вызываю я App Manager. Создаю новое приложение. Верседе, выбираем так же что-то. Бежок в Верседе, выбираем для того, чтобы не было в течение времени. Закрываем Blender. И создаем Варгами. Теперь оно появилось здесь, в списке. открываем blend файл есть дефолтный клуб находит удаляем его и я беру файл импор вы фронт и хожу в папку моим форматом убираю смуз группы и пинцы дефолтами настройками импортируем вот такая модель она получилась большая поэтому я ее уменьшу с и уменьшу ее в 10 раз чтобы можно было все это вот такая модель уже существует сохраним она такая получилась ребристая для того чтобы ее немного отредактировать привести в нужный вид я передаю режим редактирования во первых я уберу все жесткие грани выполнив clear sharp модель стала тут же такой сглаженный но не очень хороший дальше необходимо все триангулированные полигоны делать с трехгранек для этого нажимаем j выделив предварительно весь меш и вот теперь многие треугольники объединились такие вот ровные полигоны что позволит получить нам хороший качественный шейдинг далее что необходимо сделать модели это перейти в редактирование настроек маша геометрии дата и убрать редактированные гротекстные нормали вот и уже модель совсем очень даже неплохо выглядит надо единственное что проверить что включен auto smooth он не автоматически включен и поэтому грани которые более 30 градусов составляет угол между другом они сразу стали жесткими а остальные все сгладились и достаточно такая качественная модель получился меня для что необходимо сделать давайте все это дело экспортируем пока при помощи ник пика посмотрим как на вот ну вот такая вот модель вполне уже неплохо так теперь давайте все это добавим кое-либо материал он здесь про есть дефолтный материал но он слишком когда светлый вот я снижу немного уменьшу насыщенность цвета выкручу металлик то есть не будет металлический объект все это естественно я буду просматривать в ее партии переключившись предварительно на движок и можно поиграться с рафнессом сделать чуть менее разом этом и также модель немного сделать более темный и так выполним свой пик и вот вы можете видеть что модель уже вполне неплохо выглядит вернемся обратно к модели и добавим немного вкусностей модификатор бэвел и по углу также в 30 градусов таким образом он добавит нам такие фасточки на краях что сделает модель чуть более привлекательным выполнен как play также надо не забыть о применить кейл и rotation для модели чтобы потом меньше было проблем и давайте выполним экспортер вот движок я открою мою модель уже проэкспортированную ну вот она вполне так симпатично выглядит ну и что конечно очень важно для модели это чтобы хорошо читалась ее геометрия вот в движке и верь помогает этому так называемый ambient occlusion динамический который если я включу и немного увеличить дистанцию у него то можно видеть как некоторые грани затемнились углы затемнились и таким образом это подчеркивает геометрию но все это не очень хорошо для производительности поэтому я запеку ambient occlusion специальную текстуру включу ее внутрь материала для этого я добавлю необходимый для этого workspace которого здесь нет теперь у меня появились настройки материала сама модель и что мне необходимо сделать это прежде всего мне необходимо сделать развертку вот здесь я выберу или editor развертки меня совсем никого нет я открою режим редактирования выделю все грани но выберу не анвраб а smart и vproject принципе с дефолтными настройками и несмотря на дефолтные настройки то развертка получится очень даже сносным для моей модели и для многих кадровских несложных моделей которые имеют жесткие углы теперь что необходимо необходимо создать текстуру которую я буду запекать ambient occlusion я выберу image new этих настроек не хватит механизм а он назову ее разрешение такое ставлю беру альфа и вот создам эту текстуру выдавайте и сохраним после rgb он даже black and white недостаточно режима это позволит мне уменьшить размер этой текстуры и что теперь не нужно сделать нужно перейти в режим рендера сайклс как и не умеет запекать пока что в раздел бэйк и выбрать ambient окклюзин clear image выберу маржин выкручу по максимуму и чтобы получить качественный ambient окклюзин с минимальным количеством нойза я выставлю на рендер тысячу сампл в сам материал мне необходимо добавить только что созданную текстуру мной я не добавляю сюда пока пусть она просто где-то вот здесь вот находится и нажимаю байк и вот наконец все запеклось достаточно долго я необходимо сохранить текстуру и теперь давайте переключимся назад в движок и и тебя необходимо правильно подключить эту текстуру я растащу немного для этого я использую микс шейдер и имитировать затенение у меня будет диффузный шейдер то есть я выкручу его в черный и он у меня будет имитировать затенение диффузный шейдер необходимо подать в верхнюю часть а ваш материал необходимо подать в нижнюю часть и в качестве микс фактора я буду использовать эту текстуру которая только что запек и вот что у меня получилось то есть внутри получилось такое затенение благодаря вот этой вот печеный текстуре храняем экспортируем и обновляем приложение смотрим ну да но первых внутри за теме ну все что касается экспорта из фрикада в blender в рсд на этом все спасибо